Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида. Помяни Господи царя Давида и всю кротость его. И мы будем сегодня читать 27-й псалом. Считается, что этот псалом был написан Давидом, когда во время гонений от Весолома он вынужден был бежать из Иерусалима и был далек от святилища. На это указывает 2-й стих. Но при этом он был уже помазанным царем над своим народом. На это указывает нам 8-й стих. где он называется помазанником. В написании септуагинты и в славянском он просто называется псалом Давида без каких-либо дополнений. А в еврейском тексте «Ле Давид» то есть «от Давида». Так обозначается авторство этого псалма. И мы читаем с 1-го стиха и ниже. «К Тебе, Господи, вызову, Боже мой, не безмолвствуй для меня, дабы, когда Ты будешь безмолвлен для меня, я не уподобился нисходящим в могилу». Действительно, молчание Бога уподобляет любого человека в таком состоянии, когда он, будучи живым, как бы не сходит в могилу. Молчание Бога в данной ситуации, которую переживает Давид, может означать, что он не получает пророчеств от Бога. То есть на какое-то время воцаряется молчание. Божественное молчание — это проблема для многих людей. С нами Господь собеседует через святые писания. С нами Господь собеседует через богослужение церкви. И когда мы особенно с молитвой совмещаем чтение писания, мы не ощущаем молчание Бога. Но иногда бывают такие ситуации, когда мы и писание читаем, и молимся, и участвуем за службой в храме, но мы не чувствуем диалога между нами и Создателем. Как будто это бесконечный монолог с нашей стороны, который, возможно, выше потолка и не поднимается. Молчание Бога — это ощущение Бога оставленности. Такое происходит. Когда это случается со священниками, говорят, этот священник, он как бы выгорел, то есть он потерял вот эту первую любовь, вот это горение перед Богом, выгорание такое происходит в жизни человека. И Давид переживает вот это безмолвие небес как состояние нисходящего в могилу. Он чувствует, что он хотя и жив, но как бы уже и мертв. А почему так? Потому что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И как мы нуждаемся в хлебе насущном, без которого мы погибаем, точно так же мы нуждаемся и в Слове Божьем, которым мы живем, движемся и существуем. Потому что без Бога человек не может существовать. В некотором смысле, конечно, Господь даже в своем молчании ведет диалог со всем творением. Потому что если бы Господь вообще прекратил бы вести диалог с любой частью творения, она бы сразу прекратила бы свое существование. «Услышь, Господи, голос моления моего!» Он хочет как бы докричаться до молчащего Бога. «Когда я молюсь Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему». Храм, в понимании Давида, это, с одной стороны, это святилище, где находился ковчег, но, с другой стороны, это небесное святилище. Потому что он говорит о том, «Когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему». А воздевать руки можно к небу. Значит, он отлично понимает, что храм Божий – это не только направление к тому месту, где ковчег завета, но это прежде всего небесный храм. Потому что все, что делал Моисей для земного святилища, было отображением небесного святилища, как Господь показывал ему некие образы. «Не похить меня с грешниками, не погуби меня, сделающими неправду, говорящими мир о ближнем своим, тогда как зло в сердцах их». Здесь немножко как бы непонятно, что значит «не похить меня с грешниками». Здесь надо вспомнить евангельские притчи, где сказано, что Господь может прийти как тать в ночи. Тать – это вор в ночи, который приходит и похищает все, что ему нужно. Так вот, Давид не хочет, чтобы Господь как бы похитил его душу вместе с грешниками. То есть тот момент, когда он как бы или на пути вместе с ними, или чтобы Господь не попустил ему даже уподобиться им. А нечестивы – это те, которые говорят «мир ближним своим, тогда, когда зло в сердцах их». И мы прочитаем с первого стиха по третий, как это звучит в более дословном переводе с еврейского. «От Давида к тебе, Господи, я взываю, моя скала, не будь глух ко мне, ведь если смолчишь мне в ответ, как бы не уподобился я не шедшим в яму». То есть могилу. «Услышь голос молений моих, когда к тебе обращаю мой вопль, когда воздеваю руки мои в зале святыни твоей». То есть в храме. То есть как бы войдя уже вовнутрь. «Не влеки меня с нечестивыми, с творящими неправые, они говорят мирно, с товарищами своими, но зло у них в сердце». И далее Давид молится. «Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их, и по делам рук их воздай им, воздай им должное». Что значит «воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их». То есть все, что человек злоумышляет против другого человека, оно может обрушиться на него. Потому что мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. «Ибо они не уразумели дел Господних и дел рук Его, не зложи их и не восстановляй». Что значит «не изложи и не восстановляй»? Давайте посмотрим, как это будет дословно. «Ведь не понимают они деяний Господних и содеянного Его руками, да разрушит Он их и вновь их не построит». В понимании древних евреев имеется в виду, что нечестивые гибнут и как бы они не переживают воскресение. То есть Господь не будет как бы возвращать их к жизни. Потому что жизнь в аду жизнью не называется. И в Ветхом и Новом Завете все это называется смертью. «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его это смерть вторая». Это смерть вторая, когда люди услышат вот эти слова. Потому что что это за жизнь находиться в аду? Там действительно муки не прекращаются, но назвать это жизнью как бы язык не поворачивается. Поэтому Давид молится «Не сложи их и не восстанавливай, то есть не воссоздавай их из праха». Пусть они как бы остаются в этом состоянии, но реально, конечно, на суде Божьем все предстанут и праведные грешники, и каждый получит то, что он заслужил. «Ибо они не разумели дел Господних и дел рук Его». А что это может означать? «Дел Господних и дел рук Его». Разве это не одно и то же? Почему это повторение? «Ибо они не разумели дел Господних и дел рук Его». То есть Господь действует не только в мире природы. Мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых. Но руки Бога ощущаются и в жизни каждого из нас в отдельности. Мы чувствуем, что Господь, создавший мир, Он созидает и нас. Он подсказывает нам, Он наказывает нас, Он как заботливый садовник обрезает иногда что-то лишнее, что есть в нашей жизни. А те, которые не уразумели дел Господних и дел рук Его, то есть собственной жизни, Господь их может не зложить и не зложит. Благословен Господь, ибо Он услышал голос моления моего. Если вначале Он переживает чувство Бога оставленности, молчания небес, Он просит не безмолвствуй для меня, а в этот момент произнесения этого псалма Он ощутил, что диалог с Богом восстановлен. Действительно, как только мы начинаем молиться, если это молитва искренняя, мы чувствуем, как диалог с Создателем восстанавливается. Или когда мы восстанавливаемся через таинство церкви в том достоинстве, в каком Господь хочет видеть нас, православных христиан, мы сразу чувствуем восстановление диалога. Благословен Господь, ибо Он услышал голос моления моего, Господь помощник мой, и защитник мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне. А почему сердце уповало? ограничивается миром чувств, потому что все, что связано с сердцем, это мир чувств, но далее Он добавляет, и процвела плоть моя, и мир чувств преобразился, и вся моя жизнь преобразилась, и охотно исповедую его, то есть Он преображает сердце, процвела плоть, потому что Господь силен менять наши чувства, как бы давать нам другой формат существования в этом теле. И давайте посмотрим вот Феодорит Кирский, он предлагает такую формулировку, он здесь рассуждает о том, что если Бог нас восстанавливает, то Он восстанавливает нас всецело. Вот что имеется в виду? Имеется в виду то, что Бог не может восстановить душ человека, но не позаботиться о мире его чувств. Или восстановить чувства человека и не обустроить, скажем так, все остальное. Но здесь есть как бы с другой стороны и такое представление, что сила Божия иногда проявляется в немощи плоти. Когда плоть не процветает, а наоборот увядает, а дух становится еще более бодрым. Такое тоже происходит. Поэтому здесь надо понять этот текст, что Господь промышляет о всей целокупности человеческого бытия, чтобы дух, душа и тело во всей целостности сохранились без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, как пишет апостол Павел в послании к фессалоникийцам, но плоть неизбежно приближается к своему концу, но рано или поздно она процветет в день воскресения, когда тленное сие обличется в нетленное. И мир чувств у нас будет другой, к чему нас призывает Новый Завет, имейте чувствование Христово. А если средоточие чувства это сердце, то иметь чувствование Христово, это как бы иметь сердце наподобие того, которое у Христа. Или имеется в виду наше сердце, в которое должен вселиться Христос, как сказано в Новом Завете, верою вселиться Христу в сердца наши. И далее мы читаем «Господь крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего». Действительно Давид это помазанник Божий, это указание на то, что когда он произносит этот псалом, он уже действующий царь в своем народе. «Спаси людей твоих». А вот здесь молитва царя. Царь не может замыкаться на своих собственных проблемах. Он молится за весь народ. «Спаси людей твоих и благослови достояния твоя, и паси их, и возвышай их до века». «Спаси людей твоих и благослови достояния твоя». Мы вспоминаем «Тропарь Кресту», там как раз вот эти слова, они присутствуют. «Спаси Господи люди твоя и благослови достояния твоя». «Победы православным христианам на сопротивное даруя». И мы видим, как многие темы, они буквально берутся из Бога в Духновенной Псалтире, потому что составители церковных молитвословий, они как бы живут этими священными текстами. Давайте прочитаем 6 по 9 стих, как это звучит с оригинала. «Благословен Господь, ибо Он услышал глаз молений моих. Господь моя мощь и мой щит, Ему доверялось сердце мое, и мне дана была помощь, и торжествовало сердце мое, и песней моей благодарить его буду. Господь, мощь для них, как Он твердыня спасения для помазанника своего, спаси твой народ и благослови твое владение». Здесь слово «достояние твое» переведено «владение». Твое владение. Действительно, достояние – это чья-то собственность. «И паси их, и возноси их до конца мира». То есть мы действительно являемся собственностью Бога в том смысле, что как творец каждого из нас Господь является и собственником каждого из нас. Так это понимали христиане с древних времен, как и апостол Павел пишет, «А что ты такое имеешь, чего бы ты не получил?» То есть все, что мы имеем, мы это все получили от Бога и с усердием благодарим Его за все это. с усердием